Германия обновила пакет военной помощи Украине. Тем не менее, сейчас, когда оно принято, учитывая немецкую такую обстоятельность, основательность, то мы видим, что этот пакет 400 миллионов долларов составляет. Теперь правительство страны передаст также системы спутниковой связи. Сейчас необходимо просто диверсифицировать и обеспечить некоторую степень автономности. Что еще Германия передаст Украине в новом пакете помощи? И как нам помогут те самые немецкие системы спутниковой связи? Сегодня об этом расскажем. Немецкое правительство обновило список пакетов военной помощи Украине. В него также войдут терминалы спутниковой связи СЭДКОМ. Я бы обратил внимание и в числе приоритетов отнесу системы спутниковой связи. Они в этом месяце стали актуальны, особенно после того, как стало известно, что Илон Маск, который предоставил систему «Старлинк» в первые же дни российского отражения, которые сыграли очень большую роль, потом использовал по своему усмотрению, подключая или не подключая во время некоторых операций силы обороны наших. Из-за проделок Илона Маска уже не впервые были сорваны операции украинских спецслужб. Например, когда была атака на Крым, на корабли Черноморского флота Российской Федерации, то своим решением Илон Маск не включил там систему спутниковой связи. И это поэтому корабли сбились с курса и были выброшены на берег. А немецкие системы спутниковой связи помогут Украине не зависеть только от одного поставщика, а иметь и другие системы в своем арсенале. И сейчас специалисты говорят, что есть и другие системы спутниковой связи, но они достаточно сложные и дорогие. И тем не менее, вот сейчас, как мы видим, вопрос диверсификации, он и раньше решался, а сейчас вот благодаря помощи немецкой страны, которая передает, если не ошибаюсь, 17 систем спутниковой связи, то еще больше будет диверсификация. Ну и, собственно говоря, независимость Украины от одного поставщика. Всего в обновленный пакет вошли 17 терминалов спутниковой связи СЭДКОМ, 4 сидельных тягача и 4 полуприцепа, 12 грузовиков, запасные части к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам. Германия также передаст Украине в новом пакете военной помощи на 400 миллионов евро артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые мины, бронемашины и морские дроны. Немцы, они, в общем, конечно, в какой-то мере, есть такая пословица, что русские долго запрягают, а то быстро едут. Не знаю, как это к россиянам относится, но то, что касается немцев, то, видимо, да. Они достаточно долго меняли свой такой мейнстримовский подход, что отношения с Россией были главными, Украина была в подчиненном положении. И очень долго переходили к необходимости поставлять именно оружие, в том числе летальное Украине. Хоть Германия и долго настраивалась на помощь Украине, но сейчас их действия показывают полную поддержку. Тем не менее, сейчас, когда оно принято, учитывая немецкую такую обстоятельность, основательность, то мы видим, что этот пакет 400 миллионов долларов составляет. В августе Германия впервые передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны «Патриот», а в сентябре еще две бронированные машины для разминирования и новую партию боевых машин пехоты. Продолжение следует...